Священнослужители в православных храмах все время Великого Поста в черных одеяниях. По канонам это символ отречения от пышности, от мирской суеты, цвет покаяния и плача. Разнообразие цветов облачения является неотъемлемой частью церковно-литургической символики. Их цветовую гамму составляют все цвета радуги – красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а кроме того, еще и белый. Вера Бородина шьет церковную одежду вот уже 10 лет. По образованию она художник, 8 лет заочно проучилась в Московском народном университете. Из-за ограничений по состоянию здоровья она не смогла найти работу по специальности. Начала шить, но не для себя, а для других. Как человек вооцеркленный, получил благословение патриарха московского Алексия II, взялась за церковную одежду. С помощью Божьей. Меня никто не учил, но с помощью Божьей. Вот вижу, какого света или что-то, вот и все. И слышу, что люди скажут. Я сама у меня в книге, я просто рисую и все. Вижу на батюшке какой рост, какие плечи широкие и животик. Большая часть ее клиентов – сельские священники. Но и им в зависимости от православного календаря нужно определенное облачение. В духовном гардеробе батюшки одежда на 7 случаев. К примеру, на Рождество белое облачение, на Пасху красное, на Успение голубое, во время поста – черное. Повседневно считается желтая ряса, поэтому на нее заказов особенно много. Выбор тканей и фасона – по желанию клиента. Как предприниматель Коэм Вера Александровна себя и не считает, она скромная. Выручив в среднем тысячу, полторы с одной рясы, денежки копят, после вкладывают их в ткани, бисер и тесьму. За материалами ездят в Москву, у нас такой продукции просто нет. Да и там один метр будущего церковного облачения стоит недешево – более полутора тысяч рублей. До Золотоглавы добирается на автобусе. Все ради экономии. В прошлом году через знакомых Вера Александровна попала в программу самозанятости. Честно призналась, ни на что и не надеялась. Когда узнала, выделили деньги на спирт книжку, сказали уже. Я обрадовалась. Обнять не с кем. Вот никого нет дома. Вместо подушки я обняла, как Матерь Божия обняла. От радости поблагодарила. На выделенные по программе деньги порядка 58 тысяч рублей удалось закупить долгожданный оверлок, манекен, ткани и другие расходные материалы. Теперь, имея в наличии новое оборудование, Вера Александровна все же садится за старую машинку. Она призналась, все новое вызывает у нее беспокойство. Взять же другого человека сейчас не представляется возможным. Во-первых, на такой труд нужно получить благословение батюшки. Во-вторых, самостоимость этих тканей требует бережного отношения.